Девчонки, всем привет! Сегодня будем рисовать вот такие интересные неоновые прозрачные легкие цветочки. Дизайн очень быстрый и не требует много времени, а смотрится он очень эффектно. Итак, давайте начнем. Я уже перекрыла типсик черным гель-лаком и сняла с него липкий слой. Подготовлю вот такую палитру, взяла первое, что попалось под руку и топ без липкого слоя. Для того, чтобы нарисовать цветочек, нам сначала нужно замешать полупрозрачный белый. Для этого я капнула топ без липкого слоя на палитру и немножечко капельку белого гель-лака. Теперь с задней частью кисточки очень интенсивно перемешиваю, чтобы белый получился полупрозрачный, но однородной консистенции. Итак, вот мы перемешали и теперь будем пробовать на типсике, чтобы понять, достаточно ли цвета. Видите, он еще плотный, поэтому я добавляю еще капельку топа. Перемешиваю. Вот такой примерно цвет у нас с вами должен получиться. Такой белый полупрозрачный молочный. Цветочек свой я расположила с краешку, для того, чтобы показать, какие у нее большие лепестки. Аккуратно рисую лепесток и закрашиваю пространство внутреннего полупрозрачным белым гель-лаком, который мы с вами намешали. Рисую 4 лепесточка крестиком. Еще раз прохожусь по контуру и вот в таком состоянии просушиваю. И теперь в шахматном порядке я рисую этим же белым, заходя на другие лепесточки, чтобы у нас они были как бы внахлест. Также закрашиваю все внутри этого лепестка. Теперь обратите внимание, там где у нас встречается два белых, там где один лепесток заходит на другой, у нас белый уже более плотный получился. Также крест-накрест рисую 4 лепестка. И просушиваю в лампе. Теперь этим же белым мы ничего не добавляем. Я немного хочу выделить те места, где лепесточки заезжают друг на друга. Чтобы наш рисунок выглядел более объемным. Сушим в лампе. Белый гель-красочкой я прорисовываю контур и ставлю точечки в серединке. Потом я ставлю такие черточки. Это будут мои тычинки. Вытираю кисть и сухой кистью вывожу плавные линии, сходящиеся к центру нашего цветочка. Почему я вытираю кисть? Чтобы эти линии были очень-очень тоненькими. Теперь беру желтый неоновый гель-лак. И добавляю в него каплю топа. Этой же кисточкой и стопу, он у меня рабочий. Я им только перекрываю типсы или размешиваю. Я покрываю весь наш цветок. Таким образом получается. Там, где у нас белый более яркий, желтый у нас тоже получается более ярким. Там, где белый у нас светлый, желтого тоже получается немного. И создается такой объемный эффект, как рисуют на шелковых шарфиках, на батиках. Очень интересно. Просушиваю. И еще этого же желтого, разбавленного стопом, я добавляю немного в тычинки. И на краешки лепесточков наших, чтобы добавить немного яркости. Просушим. Перекрыли мы наш дизайн матовым топом. Сушим в лампе. И ставим капельки росы на наших цветочках. Капельки должны быть разного размера. Большие, маленькие. Я их ставлю только на лепесточках. И иногда на тычиночках. То есть, на сам фон я никогда не заезжаю. Вот такие цветочки можно выполнить с помощью этой техники. Сегодня мы с вами сделали матовый, но можно сделать еще в глянцевых вариантах. На самом деле, это очень быстрый дизайн. Делается он примерно за 3-4 минутки. Главное просушить хорошенько матовый топ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!